Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Джана Санжак. Я думаю, что многие знакомые со мной, те, кто проходил у меня обучение по макияжу, наверняка, может быть, вы знаете, я еще провожу лекции, обучающие по красоте с разными специалистами в клубе Санжак. Я знаю, что есть девушки, которые у меня в клубе учатся, и у вас потрясающие результаты, чему я безумно рада, но и наверняка есть те, кто не имеет такой возможности в силу занятости, какого-то бешеного ритма жизни. И я решила сделать такой вот пакет лекций по макияжу и по стилю, для того, чтобы каждая женщина могла получить вот это вдохновение и понимание, в чем ее красота, и не только в данном случае по макияжу, но и по стилю. Значит, предлагаю вам два пакета. Один пакет лекций – это по макияжу, и там будут затронуты такие темы, которые не были освещены в базовом курсе по макияжу. То есть это очень хорошее дополнение к тому, что вы уже знаете. Или если вы не проходили базовый курс по макияжу, то, в общем-то, для вас тоже это будет интересно, потому что любая информация от профессионального визажиста со стажем работы 25 лет вам пригодится, потому что те навыки, которые вы и знания получите, вы сможете моментально применить для себя любимым. То есть я как бы раскрываю секреты, чтобы вы могли понимать суть красоты, на чем она базируется. И еще пакет лекций по стилю. Это другая вселенная, которая вас очень влечет, потому что все мы, женщины, любим красиво наряжаться. Так вот, для того, чтобы у вас получился гармоничный образ, который будет вас вдохновлять, который будет подчеркивать идеально все ваши прелести, нужно хорошо знать свои пропорции фигуры, как их можно формировать, нужно понимать, что такое базовый гардероб. Я вам хочу сказать, это вообще не то, что есть в интернете. Та информация, которая представлена по базовому гардеробу, в интернете достаточно доступна от разных стилистов. У меня в этом пакете лекций это немножечко про другое. И там, я бы сказала, более глубоко, более фундаментально, и вам будет абсолютно понятно, как он выстраивается. Это не бежевое пальто, белая рубашка, синие джинсы. Вовсе нет. Совсем другая технология выстраивания базового гардероба, и как раз вот в этих лекциях подробно расскажем. У меня здесь целый список, что в этих лекциях, потому что очень много там интересных и стилей, и то, как создается образ, и что такое имиджевая задача. Я думаю, что для многих это просто какой-то набор слов. Имиджевая задача, образ, стиль, ну как бы типа все одно и то же. А это совсем не одно и то же. И вот для того, чтобы вы с удовольствием ходили в магазин и выбирали те вещи, которые будут вас украшать, нужно понимать, зачем вы идете. Например, вы решили приготовить какое-то блюдо. Вы же знаете, какие продукты вам нужно купить. Вы идете в магазин, где миллион разных продуктов, и выбираете именно то, что надо для того, чтобы получить конкретный результат. А вот с одеждой, как правило, вы покупаете, ну я и в прошлом то же самое, ну вот такие-то вот юбочки, потому что они идут по фигуре, да, или вот такие-то блузочки, потому что я привыкла. То есть вот этого конечного образа, какая я, как правило, нет. И что такое образ, тоже не совсем понятно. Ну типа это я, наверное, а вот и нет. То есть и да, и нет. И я какая? Я же могу быть разная, поэтому очень подробно стилисты-миджмейкер рассказывают про то, что такое образ. Ну, допустим, если я вам скажу, образ сексуальной женщины. Согласитесь, у каждой из нас будет какая-то своя картинка. Образ приличной женщины. Это тоже как бы такое понятие растяжимое. Поэтому вот как выстраиваются образы, какие они бывают, очень подробно. Про стиле. Очень многие думают, что вот классический стиль, он неизменный, и сколько бы лет ни прошло, классика всегда актуальна. И да, и нет. Вот если вы возьмете классику, которая была актуальна года, например, лет 10-20 назад, и классика, которая сейчас, это разные классики. И нужно понимать, что какая бывает классика. Есть направление элегантный стиль, есть направление, например, английский стиль и так далее. То есть в классике тоже есть несколько направлений. И какая классика сейчас актуальна. Поэтому если вы хотите выбирать одежду с вдохновением, с каким-то таким энтузиазмом, понимая, что вы будете делать, то тогда нужно знать немножечко историю стилей. И вообще про стили. И когда вы знаете про стили какую-то информацию, и откуда он взялся, это становится как раз той информацией, которая позволяет вам создать образ. Например, морской стиль, нравится ли вам море, любите ли вы гулять по пляжу, любите ли вы кататься на корабле и так далее. То есть есть некоторые такие фундаментальные вещи, которые могут у вас откликаться. Да я вообще море не люблю. Значит, морской стиль, может быть, вам особо и не нужен. А если у вас есть предпочитание, другие какие-то виды деятельности, то под каждый вид деятельности есть свой стиль. Представляете? И как раз вот в этом пакете лекций про каждый стиль будет подробно рассказано и показано, за счет чего он создается. И вот эти коды стиля, они, когда вы будете понимать историю, они дают вот это вдохновение. Боже мой, как это прекрасно. Мне так нравится философия этого стиля. Я так хочу вот такое вот пальто или такого-то цвета, или такого-то силуэта. И таким образом у вас и выстраивается вот эта общая картина, как создается образ. Это безумно интересно. Я предлагаю вам окунуться в это, потому что это просто вы не понимаете. Это начинается другая, новая жизнь. Вы каждый раз, выбирая одежду, утром получаете истинное удовольствие. И у вас нету такого, что мне нечего надеть. Поэтому, что такое базовый гардероб, на чем он строится, как выбирать стили. Дополнительный там бонус, это по цветоколориту. Дополнительный, не дополнительный, а в этот пакет входит еще про джинсы. Я думаю, что многие любят джинсы. Так вот, джинсы тоже, они меняются на протяжении многих лет. И, например, если джинсы, которые были модны 20 лет назад, сейчас они, например, не модны. То есть джинсы носят, но совсем другого силуэта. Белая рубашка, она тоже меняется по силуэту. Поэтому, что меняется, как меняется, за счет чего, какие тренды. И как их адаптировать так, чтобы я была современная, молодая. Вот это все в пакете лекций по стилю, по имиджу. И как раз я хочу вам предложить. Очень много ценной информации, которую 100% вы не знаете. И для вас будет еще одно открытие о том, как же нужно выглядеть хорошо, красиво, с учетом как раз именно вашего индивидуального стиля и ваших пожеланий. То есть у нас у каждой о семье есть некое представление, какая я. И эти знания помогут, вы возьмете эту информацию и больше будете, скажем так, усиливать свою индивидуальность. Пока вы не понимаете, на чем строится внешний образ, то тогда получается образ никакой. Какой? Я. А я какая? И, соответственно, вот этот такой алгоритм выстраивания образа поможет вам создавать вот этот образ, который будет запоминающий, что вас постоянно будут вспоминать, как красивую женщину. Не в том, в чем вы одеты, а именно, что вот эта вот гармония вашего внутреннего состояния, которое усилено внешним, будет создавать вот это вот потрясающее впечатление. Ну и сами вы будете, конечно же, этого кайфовать. Вот. Три дня будет предложение работать, поэтому я вам советую воспользоваться, потому что я сама, когда провожу все эти лекции с моими экспертами, получаю просто настолько огромное удовольствие, естественное все это применение в жизни. Вот. И очень хочется с вами этим поделиться. Поэтому я вас жду. Девушки, приходите, уделите время себе. И здесь как раз очень важный момент, чем старше мы становимся, тем актуальнее все это знать, потому что когда мы молодые с шикарными формами и в общем-то там, как говорится, мешок из-под картошки наделать все красиво, а когда мы взрослеем, вот как выглядите, вот чтобы подчеркнуть все свои прелести. А если я там невысокого роста, как можно это скорректировать? А если я немножечко поправилась? А если я похудела? И так далее. То есть вот эти знания, они как раз дают, как я уже сказала, вот это вот вдохновение. Особенно девушкам, не знаю, после 40, 50, когда вот, может быть, это странно звучит, но когда наступает менопауза, есть внутри какой-то вот такой момент, который может нас ну как-то выводить из равновесия. Ой, что-то вот как-то я понимаю, что вот у меня сейчас что-то меняется, вроде бы какой-то старый близко. И вот для того, чтобы вы чувствовали себя великолепно, нужен творческий подход к себе. И когда вы начинаете себя изучать, когда вы понимаете, в чем ваши прелести, то вы в этот период входите в удовольствие, а не в стрессе. Вот, поэтому быть красивой никогда не поздно. Эти лекции будут полезны для девушек любого возраста. Но особенно это важно после 40, 50 и так далее, до 80 и 100 лет. Вот эти знания очень важны. Ну и, соответственно, по макияжу там очень много чего интересного, плюс бонус, ну, короче, очень много вариантов. Вы можете выбрать пакет по макияжу или пакет по стилю, а можно все вместе. Так что, девушки, я вас жду. Приходите за вдохновением. До встречи!